Книга Кришна, Верховная Личность Бога, глава 63, битва Господа Кришны с Банасурой. Подписывалась предыстория этой битвы, каким образом она состоялась, эта битва с Банасурой, не только с Банасурой. Там даже участвовал Господь Шива, это очень заинтересовало, Махаржу Парикшита. Как случилось, что Господь Шива сражался с Кришной, который является объектом его поклонения? Так, это загадочная история, где участвовал внук Кришны Анирутха и дочь Банасуры Уша. Это мы прочитали в предыдущей главе, теперь будет описываться битва Господа Кришны с Банасурой. Уже прошли четыре месяца сезона дождей, а Анирутха все не возвращался. И ядовы очень встревожились. Они не могли понять, куда пропал юноша. К счастью, вскоре в два руку прибыл великий мудрец Нарада и поведал о том, как Анирутха исчез из дворца. Это происходило тайным образом, поэтому никто не знал, куда исчез Анирутха. Он пропал ночью. У Уши была подруга, мистичка. Она его вычислила через сон Уши. Она нашла Анирутху в мистическом трансе, делая изображение, глядя на Ушу. Потому что Уша влюбилась в Анирутху через сон. Она рисовала различных полубогов, людей, Яджи и других выдающихся личностей. Она изображала и смотрела на Ушу, и когда Ушу изменилось это состояние, она вдруг зародилась, вдруг взволновалась, увидев какое-то изображение, Уши поняла, кто это. Так, мистики могут определять. Ну, конечно, все это происходит в милости сверху души. Но вот есть такие приемы еще. Чисто технические приемы, которые тоже могут работать как у психологии. И она нашла Анирутху во дворце, в Бараке. Она перенеслась туда мистической силой по воздуху ночью. Спящего Анирутху перенесла во дворец Банасура. Все было очень просто. Никакой загадки. А Анирутха проснулся уже в другом доме. И он что видел? Он видел там Ушу. Страшно его любило уже. Вот. В этих отношениях он совершенно забыл, кто он, откуда. Про дворку забыл. Пока не обнаружил их Банасура. Это незаконная связь. Так иначе они были еще не женаты. Была битва там, небольшая арка во дворце. Чтобы принять Анирутху, там понадобились большие силы. В конце концов, сам Банасура только смог это сделать. Особым арканом связал его. Особым оружием. И вот теперь жители Двораки ищут Анирутху. Сезон дождей прошел уже 4 месяца. Прошло как. Пропала Анирутха. И так явился Нара Дамони. И рассказал все, что было на самом деле. Еще один мистик. От которого ничего не утаить. Если вы хотите узнать, что случилось на самом деле где-то, нужно спросить только Нара Дамони. Если вы даже другого очевидца спросите, что-нибудь исказит. Нара Дамони знает. И внешние события, внутренние причины. Этим отличается духовный человек от недуховного человека. Недуховный человек может быть историком, очень разумным, обученным. Но он не понимает внутренних мотивов времени. Воли Бога и также природы живых существ. Во времени. В течение времени они утрачивают представление о прошлом. Называют это мифами. Не способны объяснить все эти события, которые здесь происходят. Ну, Нара Дамон одновременно осознает высшие планеты, других живых существ вверх душу, низшей формы жизни. Он знает, что все возможно в этом мире, как возможно. Он сообщил, что Нерудха был унесен в Шанитапур, столицу Бонасуры. И что Бонасура пеленил его с помощью Нага Паши, змеиный орган. Хотя Нерудха одолел всех его воинов. Нара Дамон подробно рассказал, как это произошло, и тогда все прояснилось. Узнав об этом, Ядовы, которые очень любили Кришну, решили напасть на Шанитапур. В начальники Ядовов, Прадюмна, Сатьяки, Гада, Самба, Сарана, Нанда, Упананда, Пхадра и другие. Объединившись, собрали двенадцать Акшиухини. Баши армии. Они подошли к Шанитапуру и окружили его этим огромным войском, в котором было множество воинов, слонов, коней и колесниц. Ну, намечалось огромное сражение. Большая битва. Бонасури сообщили, что воины из рода Яду напали на город и крушат его стены, ворота и окрестные сады. Разгневанный он тут же приказал своим воинам, не уступавшим в силе и числе Ядовым, отразить нападение. Господь Шива был так милостиво к Бонасури, что пришел к нему на помощь вместе со своими воинами и двумя доблестными сыновьями, Картикеей и Ганапати. Вот что произошло. Господь Шива благоволил Бонасури. Бонасури был великим предом Господа Шивы. Вот это в мире двойственности возможны такие отношения. Воседая на своем любимом быке, Господь Шива, которого также называют Нандишвара, командовал сражение против Господа Кришны и Баларамы. Можно только представить себе, какой яростной была эта битва. Такая лила между Господом Шивой и Кришной здесь произошла. Между ними эта лила, они бессмертные. И Кришна, Баларама и Господь Шива, они не подвержены смерти. Остальные подвержены смерти. Также Бонасура и все другие. Господь Шива и его отважные сыновья противостояли Господу Кришне, Верховной Личности Бога и его старшему брату, чей Баларама сладко была такой жестокой, что у тех, кто наблюдал за ней, волосы на голове оставали дыбом. Господь Шива сражается, сражался с самим Господом Кришной, Прадюмна с Картикеей, Господь Баларама с Кумбхандой, главнокомандующим Бонасуры, которым помогал Купакарна. Сам Басын Кришны выступил против сына Бонасуры, а сам Бонасура сражался с Сатьяки, главнокомандующим Ядовов. Битва разгоралась. Для кшатриев это захватывающее событие жизни. Они многие ждут этого. Им трудно жить в гармонии и мире по природе вещей. Им нужны сражения, адреналиния. Есть особое состояние, где кшатри полностью может себя реализовать. В обычном мирном, положение он не может себя реализовать. Он ищет, готов всегда к сражению, настроен на сражение. Если нет войны, он должен состязания какие-то устроить. Лицарские турниры за дому и сердце, например. Там тоже убивали кшатри друг друга. Украсть невесту, сражаться одновременно. Разогнать всех врагов своих соперников. Это природа кшатри. Это их природа, поэтому они не могут себя реализовать без битв. Поэтому с захватывающей битвой, но даже у кшатриев волосы поднимались дыбом. Это было слишком невероятное событие. Потому что сам Господь жив и там был и Кришна. Битва разгоралась. Весь это сражение разнеслась по всей Вселенной. Господь Брама и другие полубоги с высших планет, великие мудрецы и святые, ситхи, чараны и гантарвы, парили над полем битвы на своих воздушных кораблях и затем, затаив дыхание, следили за схваткой между Господом Шивой и Господом Кришной и их воинами. То есть они побросали все свои планеты, все свои дела, они побежали там смотреть эту битву. Невероятно все узнали. Шива и Кришна сражаются. На самом деле, да. Господа Шиву называют Вхутанат, поскольку ему во всем помогают могущественные духи и обитатели ада. Вхуты, Преты, Прамадхи, Гухьяки, Дакини, Пишачи, Кушманды, Веталы, Винайки и Брама Ракшасы. И всех духов Брама Ракшасы самые могущественные. Это браманы, которые после смерти стали привидениями. Это было свитое Господо Шивой. Навевает ужас на обычных людей. Это тамагуна. Что такое тамагуна? Она агрессивная, без причины. Нежелательно вообще даже подходить туда. Просто вы там появитесь, уже будет проблема. Вы ничего плохого не сделаете, ни хорошего, ни трали. Уже проблема, что вы тут присутствуете. Уже это причина, что вас можно съесть или что-то сделать. Это тамагуна. То есть, мы видим, что люди сейчас без всякой причины ссорятся. Им кажется, что много причин. Но причины нет сейчас на каких-то серьезных ссор. Просто нужно понять одну вещь. То, что пища для одного, я для другой. Тамость этого ничего не понимает. Он всех измеряет по себе. Поэтому конфликт стоит. Пуская стрелы из своего знаменитого лука Шаринга, Верховный Господь Ши Кришна разогнал с поля боя всех духов. Тогда Господь Шива решил применить против личности Бога свое самое лучшее оружие. Но Господь Ши Кришна легко отразил все его удары. Брамастру, вид ядерного оружия, он обезвредил с помощью другой Брамастры. А воздушное оружие с помощью горного. Когда Господь Шива применил особый вид оружия и вызвал на поле, битвы, ураган, Господь Кришна пустил их от оружия в гору, которая преградила путь урагану. А когда Господь Шива обрушил на Кришну огненный шквал, Кришна залил его потоками дождя. Но тут намекается, какие виды оружия вообще бывают. Они основаны на стихии природы. Мы знаем, что стихии природы могут участвовать в созидании, поддержании и разрушении тоже. У них есть этот ресурс, в любой стихии. Любая стихия она поддерживает, но она может разрушить. Ветер ураганный, земля, землетрясение может разрушить все. Огонь может созидать, может разрушать, поддерживать. Все-все эти функции есть в природе. И вот иногда можно вызвать ту или иную функцию наука, тханурведы. Где-то вы можете вызвать огонь. Для этого нужно знать определенные мантры и вида оружия, которые вы применяете. И обычное оружие, оно может быть очень разрушительным вдруг, кстати. Ну, как слово. Вы даже можете оружие не применять. Сказать что-то человеку, он потеряет волю. Так что есть. Такие энергии существуют в природе. Мы видим, что иногда ураган может все сместить. Но вызвать ураган сегодня люди не могут. Или создать, скажем, хорошую погоду. В ледические времена люди управлялись стихиями природы. Знали наук. Наконец Господь Шива применил свое личное оружие. Пашупата Астра. Ого-го. Пашупата Астра применяется для разрушения Вселенной уже. В конце творения. Дело дошло до Пашупата Астры. Но Кришна мгновенно отразил ее Нарая на Астры. Господь Шива был в смятении. Все. Все он использовал. Вот он забыл про что есть Нарая на Астры еще. Ну, не забыл. Господь Шива не забывает, конечно же. Талила. Рыцарское в данном случае появилось. Лила. Сражение. Удовольствие получал и Господь Шива, и Господь Кришна от этой битвы. Наслаждались этим. Воспользовавшись этим, Кришна применил оружие, вызывающее зевоту. Я знаю это оружие. Шимадбагу это называется. Многие засыпают на звуках. Ом на мой Богом, я вас удивляю. Так появляется такая апатия вдруг. Как видите, есть такие виды оружия существуют. Пораженный таким оружием, противник чувствует себя обессиленным, прекращает сражаться и начинает зевать. И Господь Шива под воздействием, действием этого оружия почувствовал такую усталость, что прекратил сражаться и стал зевать. Так можно прям лечь спать на поле битвы. Представьте, такие состояния бывают. Такие состояния бывают. Тогда Кришна переключился на Банасуру. Он стал разить его воинов, вооруженных мечами и палецами. В это время сын Господа Кришна Прадюмна яростно бился с Картикей, военачальником полубогов. Картикей был ранен и истекал кровью. Он перестал сражаться, покинул поле битвы и умчался прочь на своем павлине. Вот кто такой был Прадюмна, видите. А Картикей может сражаться в нескольких местах одновременно. Это военачальник полубогов. В высшей степени владеет всеми боевыми искусствами. Но тут он был очень сильно ранен и умчался на павлине. Между тем, Господь Баларама ударами палицы сокрушил Кубханду, военачальника Банасуры. Кубакарна также был ранен. И оба они, Кубакарны и смертельно раненые Кубханда, пали на поле боя. Лишившись своих предводителей, воины Банасуры разбежались в разные стороны. Но в те времена люди прекрасно понимали, что будет следующее рождение. Если они погибают в исполнении обязанностей, это не страшно. Смерть не страшна в этом случае. Действительно, когда человек действует во имя долго, то страхи уходят. Это фарт. Если человек действует во имя долго, он становится бесстрашен. Поэтому в то время люди не боялись смерти при исполнении обязанностей. Страшно было умирать именно Кшатрию в постели от старости. Увидев, что его войско разгромлено, Банасура еще больше разъярился. Вот что такое Кшатри. Вы не можете победить его. Войско разбили, он еще больше. Не остановится ни за что. Это Кшатри. Это человек оружие. Кришна выпускает их в общество для защиты религии. Таких людей. Дает им эту силу духа. От него. Их называют руками Господа. В оселенской форме. Они тут все творят, управляют. Свойственные качества решимости. Сверхрешимости и отваги, силы. И мгновенно ориентироваться в самых опасных ситуациях. К Шатри победить невозможно. Даже если убьете его, дух не сломите. Еще больше разъярился. Он прекратил поединок с Сатьяки. Военачальником Кришны. И кинулся на самого Господа Кришну. Он такой герой был. Банасура. Он увидел, что даже Господь Шива побеждет уже. Не отступает. Наконец-то ему предоставилась возможность спустить в ход тысячу своих рук. Вот то, о чем ему сказал Господь Шива. Когда он жаловался ему, что ты меня наградил. Наградил за мое служение и аскезы. Тысячу могущественных рук. Я самый сильный теперь. Но у меня теперь проблема, с кем сражаться. Нет противников. Для воина что теперь делать? Все разбегаются, едва только увидят меня и убегают. У меня нет соперников, что делать? Какой-то благословение ты мне дал, но вернулось проклятием. И Господь Шива сказал, ты мошенник. Встретишь скоро такого соперника, кто разрушит твое лужное. И вот он бросился к Кришне, держа в руках пять сотен луков с двумя тысячами стрел. Такой глупец, как Бонасура, не способен понять, сколь силен Кришна. Кришна вмиг переломил надвое все луки Бонасуры. И, преградив ему путь, повалил наземь коней, запряженных в его колесницу, от чего колесница развалилась на части. Тогда Кришна затрубил свою раковину Пан Чаджания. Бонасура поклонялся одной богине по имени Катара. Много из богов, одна из них Катара. И она относилась к нему, как мать к сыну, испугавшись, что жизнь Бонасуры в опасности Катара появилась на поле боя. Обнаженная, с распущенными волосами она пристала перед Господом Кришной. И Кришне был неприятен вид ногой женщины, и он отвернулся. Воспользовавшись этим, Бонасура покинул поле боя. Такой трюк сделал Панара. Тетива на всех его луках была порвана, колесница разбита, возничий погиб. Ему оставалось лишь возвратиться в свою столицу. В битве он потерял все свое войско. Под градом стрел Кришны, спутники Господа Шивы, домовые, хуты, преты и кшатрии бежали с поле боя. Когда Господь Шива прибег к последнему средству, он выпустил свое самое сильное спиртоносное оружие – Шива Джавару. Страшный испепеляющий жар. В физическом Писании сказано, что когда наступает время разрушения Вселенной, солнце начинает сжечь в 12 раз сильнее обычного. Этот в 12 раз усиленный жар солнца назван Шива Джавара. «Когда олицетворенный Шива Джавара, трехголовый и трехногий, перестал перед Кришной, казалось, будто он все вокруг обратит в пепел. Он был так могущественен, что объял пламени все стороны света. Кришна видел, что Шива Джавара движется прямо на него». Шива, у него еще такое есть оружие для разрушения. Шива управляет энергиями разрушения. Это в его власти все энергии разрушения. Тамагуна. От каких-то слабых проявлений тамаса и мертвых есть, до самых могущественных разрушительных сил. Наряду с Шива Джавары существует оружие нарая на Джавары. Или лютый холод. Сильный жар еще можно как-то вынести. Но от сильного холода гибнет все. Куда вы крутись от холода? От жары можно в реку, в тень дерева, допустим. От холода. Каждый человек испытывает этот момент смерти. Когда наступает смерть, температура тела начинает подниматься до 42 градусов. Затем, жизнедеятельность тела прекращается, и оно тоже становится холодным, как лед. Нет иного оружия, кроме нарая на Джавары, которое способно противостоять испепеляющему жару Шива Джавары. Значит, вот этот холод связан со смертью. Это необычный мороз. Мы не все знаем об этих энергиях, что касается жары и холода. Мы сравним просто огонь в нашем опыте и холод в нашем опыте. Разные виды огня, их, по-моему, 49 видов огня. Солнце – это исключение. И холод – это тоже вид огня. Это тоже относится к температуре, к тому же, в той же категории. И симптомы обморожения, ожога – они одинаковые. По сути, это тот же огонь. И вот есть холод смерти. Так можно такой степени понять, что такое нарая на Джавара. И поэтому, когда Шри Кришна увидел, что Господь Кришна выпустил Шива Джавару, ему ничего не оставалось, как выпустить нарая на Джавару. Господь Кришна, изначальный нарая на, повелитель оружия нарая на Джавара. Когда был выпущен нарая на Джавара, между двумя Джаварами завязалась великая битва. Если на жар воздействует сильным холодом, жар постепенно ослабевает. То же самое произошло в поединке между Шива Джаварой и нарая на Джаварой. Постепенно Шива Джавара утратил свою силу и закричал, призывая на помощь Господа Шиву. То есть, это живые существа, эти два вида оружия. Но в присутствии нарая на Джавары, Господь Шива не мог ему помочь. Не получив помощи от Господа Шивы, Шива Джавара понял, что он может спастись, только предавшись нарая на самому Господу Кришне. Если даже Господь Шива, величайший из полубогов, был бессилен ему помочь, то на других богов ему рассчитывать не приходилось. И потому Шива Джавара, в конце концов, предался Кришне. Низко склонившись перед Господом, он вознес ему молитвы, чтобы Господь довольный им даровал ему свое покровительство. Ну, принцип для всех одинаковый, рано или поздно живой, за счет того, что придет к Кришне искать прибежище. Оно не знает, пока обусловлено об этом прибежище, оно думает, что оно уже имеет прибежище в этом мире. Либо сам себе человек какое-то прибежище строит, в ком-то находит прибежище, в обществе среди могучных людей ищет покровительство. Ну, так или иначе, чувствует, что он защищен семьей, деятельностью, положением в обществе. А это вещи, которые временны. И в тот момент, когда он теряет это прибежище, он испытывает сильный страх и холод внутри. Как этот Шива Джавара. Он имел прибежище Господа Шивы, полыхал энергией, исполнял его волю, очень могущественный. Ну, а когда он столкнулся с Нарена Джавара, его отжас, и его прибежище вдруг исчезли, стали исчезать. Шива не мог ему помочь. Есть очень могущественные хозяева в этой мире, даже полубоги, как Брама и Шива говорится, но не спасают бы смертью. Вот в этом контексте нет, никто не может помочь ему. И тогда живое существо спонтанно находит прибежище в Боге. Спонтанно. Не нужно думать, не нужно это исследовать, это есть. Разложено в сердце живого существа. Искать поколительство во всемогущем. Даже если он его не знает. Он надеется, надеется, у него есть некая вера. В трудной ситуации эта вера пробуждается. Может быть, мгновенно у кого-то пробуждается. Итак, это любовь к Богу дремлет в сердце и может пробудиться из-за сильных страданий или из-за нехватки денег, тяжелой жизни. Или из любопытства также может пробудиться. Или когда человек ищет, ищет, ищет всеми силами. Причина всех причин. Абсолютный смысл жизни. Эта вера может пробудиться у человека с большим могуществом. И так Шиваджвара обращается к Господу, склонившись перед ним. Поединок между могущественнейшим оружием Господа Шивы и Господа Кришны доказывает, что никто и ничто не может убить того, кого защищает Кришна. И никто не сможет спастись, если он лишен покровительства Кришны. Господа Шиву называют Махадев, величайшим из полубогов. Хотя иногда величайшим полубогом считают Господа Браму, поскольку он творец вселенной. Однако Господь Шива разрушает сотворенное Брамой. Но оба они, Господь Брама и Господь Шива, могут действовать лишь в одном качестве. Господь Брама может только создавать, а Господь Шива только разрушать. И ни один из них не способен поддерживать то, что создано. Господь Вишну, однако, не только поддерживает, но также творит и уничтожает. По сути, Брама не является творцом вселенной, поскольку сам он создан Господом Вишну. А Господь Шива создан или порожден Брамой. Поэтому Шива Дживара справедливо рассудил, что кроме Кришны или Нарайны, ему никто не сможет помочь. Тогда он предался Господу Кришне и, сложив ладони, обратился к Нему с молитвами. Ну, главным образом, живое существо ищет здесь спасение от боли и страха. Это глубинная причина страдания человека. Боль и страха. Нам нужно понять, что причина боли и страха его собственное умонастроение. Душа не боится, не испытывает боли. Как мы приобрели эти качества, эти чувства, которые внушают нам страдания, боль, страх. Грехи. Грех, воплощенный грех, это страх. Увный человек. Если человек кого-то убил, он будет бояться, что его тоже убили. Это все. Страх порожден определенными поступками. Если человек безгрешен, он бесстрашен. Как один из великих приятных молится. Сейчас я полон сил, здоровья, ясный ум. Самое время уйти к Богу. Я не хочу ждать старости, когда могут нарушиться потоки в теле. Я не смогу средоточить ум на тебе. Позорь мне сейчас, пока я полон сил и энергии вернусь к Богу. Сейчас я способен. Человек боится забыть Кришну. Не боится смерти. Боится забыть Кришну. Это, считаете, освобожденная душа? Не освобожденная душа. Он боится всего на свете. Он не доверяет никому. Потому что сам совершал много плохих вещей в прошлом. Пугал, обманывал, лицемерил. Наносил вред кому-то, осознанно или косвенно. Думал плохо о ком-то и носил это в себе всю жизнь. И таки образом он призывает тамос. Душа обволакивается страхом и ожиданием боли. Страхом и ожиданием боли. Особенно, когда надвигается старость. Люди боятся. Что все болит. Органы по-другому функционируют. В больнице или как я умру, не знаю. Лишь бы только не инсульты, говорят. Столько беспокойств возникает в уме. И все эти беспокойства также связаны с его прожитой жизнью. Или жизнью. Интересно, да. Первый раз я это заметил, когда мы были молодыми. Чистили картошку несколько человек. О чем-то шутили, разговаривали. И один стал играть ножом. Ну просто играть ножом. Молодежь глупая. Старики, которые видели ножи уже в других качествах. Они говорят, не играй ножом. Я не могу смотреть. Но молодежь не видела ничего. Они просто играют. А один из нас побледнел и пошли красные пятна по лицу. Он был просто в истерике. Говорит, убери нож передо мной. Убери нож передо мной. Мы его сильно испугались. Мы больше испугались, чем он сам. Что случилось? А что такое? На тебя что-ли нападали когда-то? Нет. Никогда. А что? Не знаю. Не могу видеть перед собой нож. Не могу видеть это. Почему? Отгадайте. Почему? 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 Он делал это? Почему? Он сам делал это когда-то? Он сам пользовался ножом когда-то? Угу. Если мы неправильно что-то сделали, особенно противозаконно сделали, страх мгновенно охватывает душу. Как холод. Страх сравнивается с холодом. Духовная жизнь сравнивается с чем-то более подвижным. Вот это тонкие законы природы. Итак, здесь Шива Дживара. Поэтому Шива Дживара справедливо рассудил, что кроме Кришны или Нараяны ему никто не сможет помочь. Тогда он предался Господу Кришне и, сложив ладонь, обратился к нему с молитвой. О Господь, сказал он, я в глубоком почтении склоняюсь перед тобой, обладателем бесчисленных энергий. Одолеть твоей энергией не может никто. Поэтому ты Господин и повелитель каждого. Можно удивиться, как Шива Дживара только что служил Господу Шиве и ничего не знал как бы о Господе Кришне. Он сражался против Господа Кришны практически. А здесь мгновенно, видите, он обрел знания. Это называется пограничная энергия. С нами это тоже может произойти. Происходит. Мы можем из невежества перейти в область знания. Причем это очень быстро может произойти. Иногда это происходит за одно мгновение. Мы можем соприкоснуться с трансцендентным знанием за одно мгновение. До этого мгновения мы могли даже не подозревать о том, что мы это можем понимать и знать. Откуда вы знаете, что Кришна – Верховная Личность Бога? Откуда вы знаете, что Душа существует? Вы тоже можете это узнать. Если это прикоснуться. Потому что вы пограничная энергия. Сейчас вы в Майи. И вы не можете даже представить таких вещей. Потому что вы под влиянием материальной энергии, Луны. Но вы можете, потому что вы Душа и вы пограничная энергия. На практике вы можете. Здесь-то этот пример. Как только он обратил свое внимание на Господа Кришну, нашел в Нем привержище, он сразу стал говорить молитвами в знании. Многие думают, что самый могущественный в материальном мире Господь Шива – молитва. Но Господь Шива отнюдь не всемогущ. Ты – всемогущий. И это неоспоримо. Ты – изначальное сознание, изначальное знание. Господь Шива – изначальное сознание в материальном мире, Аханкара. С этого начинается материальное существование, с Аханкарой. Господь Кришна – изначальное сознание души. Поэтому в чем-то они одинаковы, видите. В чем-то они различны. Не обладая знанием или сознанием, нельзя обрести могущество. Если бы не было истинного эго, не было бы и ложного эго. Сколь бы могущественной ни была материя, она не способна действовать, пока ее не коснется сознание. Какая-нибудь материальная машина может казаться огромной и чудесной, но пока ее не коснется тот, кто обладает сознанием и знанием, пользы от нее не будет никакой. «О Господь, ты обладаешь всей полнотой знания. В тебя нет и капли материальной скверны. Господь Шива – это могущественный полугог, наделенный чудесной силой, способностью разрушать весь сотворенный мир». Он управляет ложным эго. И ложное эго разрушает этот мир. Удивительная вещь. То, в чем каждый ищет перебежище, гарантирует ему разрушение. В конечном итоге. Ахангары. Труднее всего переречь разрушение Ахангары именно. И Господь Брама тоже очень могущественен. Он способен создать целую вселенную. Но ни Брама, ни Господь Шива не являются первопричиной возникновения материального космоса. Ты – абсолютная истина, Верховный Браман. И ты – изначальная причина, изначальный источник всего сущего. Источник мироздания – не безличное сияние Брамана. Это сияние исходит от тебя, Верховной Личности. Пагава Дити подтверждает, что источник безличного Брамана – Господь Кришна. Сияние Брамана подобно Свету, исходящему от Солнца. Таким образом, безличный Браман не является изначальной высшей причиной всего сущего. Изначальная причина всего – это Вечная Верховная Личность Бога Кришна. Все материальные действия и их последствия имеют место в безличном Брамане. Но в личностном Брамане вечно в форме Кришны нет действий, чреватых последствиями. В этом смысле мы находимся в Брамане, в материальном мире. Это тоже Браман. Который наполнен причинно-следственными связями. В Брамане это все поддерживается. Беспристрастная энергия. Необходима такая энергия беспристрастная. Равно относящаяся ко всему. Это Браман. По ароматному промежуточному аспекту добавляются некие уже черты. Видимые черты и качественные различия в этом Брамане. Но источник этого всего – воля – исходит из Багвана Личности. Воля Бога считается выше всех других энергий. Личная Его воля. Личное Его присутствие. Где бы Он ни присутствовал лично, все остальные энергии следуют за Ним. Это Личность. Это Повелитель. Это Обладатель. Все Могущие. Энергия следует за Ним сами. Призывают их или не призывают. Пример, как за Королевой. Фриолина следует. Не отстаёт. Не отставает. Пажи и другие слуги. Куда бы Он ни направился. Мы называем его «Иголкой» и «Ниткой». Туда иголкой, туда ниткой. Такая есть пословица. О Господь! Продолжал Шива Джвара. Твоё тело исполнено покоя, блаженства и свободно от материальной скверны. В материальных телах взаимодействуют гунны природы. В материальном мире над всем властвует время, ибо он создаётся под воздействием времени. Силой времени создаются материальные элементы, и вслед за ними возникает кармическая деятельность. В результате кармической деятельности живое существо получает материальное тело. Оно приобретает определённую природу, выражающуюся в его тонком и грубом телах, которые состоят из жизненного воздуха, эго, ума, десяти органов и пяти первоэлементов. Все вместе они образуют определённое тело, на основе которого впоследствии возникают разные другие тела. Если кто-то хочет подробно это понять, то нужно изучать нашим Бхагаватам и заняться медитацией. Сможете до деталей всё разобраться в этих вопросах. Как это всё создаётся, прямо на глазах, поддерживается, разрушается, снова создаётся. И кто это делает. Как каждый из нас формирует новое тело. Это очень важно понять. Любая деятельность, она обретёт форму в будущем. Душа обретает эти тела одно за другим в процессе трансмиграции. Всё это результат деятельности твоей материальной энергии. Но поскольку ты источник этой энергии, тебя не затрагивает действия её составляющих и последствия этих действий. Ты не подвластен материальной энергии и потому исполнен высочайшего покоя. Это олицетворение совершенной свободы от материальной скверны. Поэтому я укрываюсь под семью твоих лотосный стоп и не ищу другого придержища. Значит, что это означает? Что видит перед собой Шивачвара, видит Кришну. Где он это видит? На поле боя, где волосы встают дыбом от освещения, издумления и ужаса, сражения. Вдруг он сознаёт, что перед ним личность исполнена глубочайшего покоя и равновесия. Прямо в этой среде. Это сознание Кришны. Вот так. То же самое, как на поле битву Кагуршетра, Арджуна был очень беспокоен. Кришна был не растворён, как всегда. Верховная личность Бога. Не затрагивается будная и материальная природа. Не меняет тела по принуждению. Просто есть его воля. И вот в этой воле Бога мы можем найти прибежище окончательно. Исполняя его волю. Аханкара говорит, зачем ты будешь исполнять чужую волю? Чужая воля? Это говорит Аханкара. Нет такого понятия, как твое и мое. Чужое и не чужое. Всё принадлежит Богу. Эти понятия придуманы Аханкарой. Этот мир придуман Господом Рамой. Для живых существ, которые придумывают себе названия сами. Это просто выдумка. В реальности всё принадлежит Богу. Все энергии, все живые существа, души, материальные элементы. Ничего нам здесь не принадлежит. Поэтому, почему мы должны выполнять волю Бога? Потому что она все блага. Она для всех хорошая. Аханкара говорит, нет, нет, нет. У меня своя воля есть. О Господь, твое явление в облике человека, сына Васудеевы, одна из лилов, свидетельствующих о твоей безграничной свободе. Ты являешься в многочисленных воплощениях, чтобы принести благо своим преданным и уничтожить тех, кто не предан тебе. Все твои воплощения приходят в этот мир, чтобы выполнить обещания, данные тобой в Бхагавадгите. Ты сказал, что приходишь в этот мир всякий раз, когда здесь берут верх силы, препятствующие духовному пробуждению людей. О Господь, когда попираются установленные тобой законы, ты являешься в этот мир посредством своей внутренней энергии. Ты приходишь прежде всего для того, чтобы защитить и поддержать полубогов и людей, стремящихся к духовному совершенству. Чтобы утвердить в материальном мире закон и порядок. И поскольку твоя миссия защищать закон, ты справедливо убиваешь безбожников и демонов. Ты пришел в материальный мир не впервые. Мы знаем, что ты уже много раз являлся сюда. То есть при помощи внутренней энергии происходит приход Господа Кришны. Никто так не может сделать. Внутренняя энергия приходит, а наоборот все организовывает. Например, если душа приходит в тело человека, она считает себя человеком. Но если вы приходите сюда при помощи внутренней энергии, входя в тело человека, вы себя не считаете человеком. Вы продолжаете помнить, кто вы на самом деле. В Веданто Сутре описывается, что на землю дживы попадают сверху. Многие дживы попадают с дождем. Как они входят в материю? В капли дождя. Там они формируются. Падает с дождем. Дождь проникает в землю. Вырастают злаки. Душа проникает в зерно, в это растение. Но не отождествляя себя с этим растением. Так приходят человеческие души. Например, мы себя отождествляем с человеком. Но не отождествляем себя с животным или деревом. Не так ли? Можете сыграть такую роль в спектакле. Животного или дерева. Но это лишь роль. Но вы себя не отождествляетесь с этим. А есть отождествление. Есть натуральное живое существо. Душа, находящаяся в теле дерева, чувствует, думает, живет как дерево. Охваченная этой стихией. Друма в полусне проводит долгие-долгие годы. С очень притупленным сознанием. Это называется отождествление с деревом. Кто-то с камнем сможет отождествить. За этим есть сильное желание. Поймите. Без желания отождествление не произойдет. Мы боремся только за желание в нашей практике. Если у нас будет сильное желание осознать душу и сверхдушу, все остальное произойдет автоматически. В процессе, если процесс авторитетный. Было бы желание, говорится. Если это искреннее желание. Если есть материальные мотивы выгоды, означает, что мы укрепляем свое отождествление. Боремся за свое отождествление. Материальное отождествление. Если об этом говорится. Когда Кришна приходит сюда. Он действует точно так же, как он действует в уговном мире. Особенно во Вриндаване, когда он является игрой. Прямо с головки Вриндавана эти игры приходят сюда. Но в убийстве демонов он принимает роль кшатрия. Но действует при помощи внутренней энергии. На поле битвы Куркшетры Арджуна вспоминает, что я победил всех своих соперников и врагов. Но не так все было на самом деле. Таким могуществом никто не обладал. Ни Пхишма, ни я на самом деле. Чтобы победить всех из этих превосходящих воинских сил и тех воинов, которые там присутствовали. Я не был способен это сделать. Кришна бросил взгляд на них. Вот что произошло. На ту и другую сторону он просто посмотрел. И они потеряли свой былой воинский пыл. Они впали в замешательство сражаясь, многие воины. Они не могли средоточиться на оружии многих. Как они умели это делать? Они просто потеряли свою квалификацию на самом деле. Вот что произошло. Потому что Кришна присутствовал там как совесть. Знаете, если совесть пробуждается, вы уже не можете творить зло. Вы теряете силы. Кришна там присутствовал. Вот Арджуна о чем говорит. Не считайте меня героем. Вот Кришна всех уничтожил там. А мне наоборот дал эти силы, дал могущество. Я делал то, что на самом деле я не мог делать. Я не мог бы ту рыбу поразить, ту мишень, когда дрова падает. Я лично не смог бы это сделать. Но помимо Кришны я смог это сделать. Это легко. И все остальное. Это называется внутренняя энергия. У нас была одна преданная. Она сейчас где-то есть в Петербурге. Я про нее рассказывал. Она вынесла все арестованные книги из отдела милиции на глазах у милиционеров. Нас арестовали. Мы книги распространяли на улице. И там было много книг. У нас упаковки там целые. Хотели распространить по точкам. Нас всех взяли с этими книгами. И в новое отделение милиции, где нас не знали вообще Кришновитов. И там все, знаете, очень жестко было. Там иногда знали, нас уже хорошо так принимали. Там даже просад ели. А тут было по-другому. Ну, все, сейчас все книги конфискуют. А вот это было для нас самое страшное, что заберут книги у нас. Мы сидим, на всех протоколы составляют. На изъятые книги протоколы составляют, что противозаконная деятельность. Ну, все такое. Мы там поем Киртен. Не знаем, что делать. На нас кричат. Замолчите. Мы не можем сосредоточиться на протоколе. Внутренняя энергия видит. А мы нарочно еще больше поем, значит. Иногда прекращаем, иногда снова поем. Немножко издеваемся над ним. А сами думают, как же спасти книги. Кто-то говорит, давайте позвоним Тане, невидимке. Прозвище у нее было. Куда бы она ни приходила, ее никто никогда не видел. Почти на каждой программе. А где Таня вообще? Я ее целый год уже не вижу. Я здесь, она изумовит. Я всегда приезжаю на все программы. Все, действительно. Я так часто повторял это. Даже если она скажет, я здесь, через пять минут опять ее как будто нет. Вот есть такие люди, знаете. Она была такой. Возможно, это была весь ситха с прошлой жизни. Я не знаю. Как-то она отобрела такую способность. И кто-то позвонил Тане, невидимке. Приходи, у нас тут проблема. Может, чем поможешь там. Книги у нас арестовали. Не знаю, что ей сказали. Она минут уже через пятнадцать, где-то двадцать. Пришла. У нее такие глаза, знаете, такие без выражения. Вот что в этом ни было, она никогда не меняет выражения. Может быть, поэтому, да, ее не видно. Она так посмотрела на милиционера. Он даже не заметил ее. Посмотрела на нас, посмотрела на книги. Взяла две упаковки, пошла на выход. Поставила натураж, но спустилась. И так она ей спокойно все перенесла на татуар. Такси остановилась. Как будто милиционер помог ей загрузиться там. И уехал. Это внутреннее действие. Этот человек был потом просто, знаете, в ярости. Где книги? Кто? Как? Кто унес? Почему? Он не мог понять. Он просто был в ярости. Чуть ручку эту не сломал просто. Настолько он был возбужденный. Вы же здесь. Вы же конфисковали. Он не сторожа. Вот и все. И книг нет. Прецедента нет. Протоколы не нужны. Нас отпустили все. Это пример не то, что это прям внутренняя энергия, но один из аналогов, чтобы было понятно, что такое внутренняя энергия. Другой пример внутренней энергии. Карна. Доретка на каждый день напоминал ему перед сражением. Убей Арджуну. Используй копье Амока. Потому что решающая битва зависит решающим образом от Арджуны только. Главного воина. Убьешь Арджуну и это будет решающим событием в переломе битвы. Каждое утро напоминал Карне. И каждый день он забывал про это. Каждый день. Он видел Арджуну и все. И сражался с ним, но забывал про копье Амока. Это также связано с проклятием. Потому что Карна забыл также и мантры, вызывающие оружие. В тот самый опасный момент он забыл. Потому что Парашурама порокливал его. Это действует внутренняя энергия. Благословения, проклятия мы говорим. Как они работают? Через внутреннюю энергию. И Кришна повелитель этой внутренней энергии. Внутри находится этого мира. Недосягаемый для политиков, для кого угодно. Врагов, друзей. Материального мира. Он изнутри наблюдает ситуацию. Он ведет живое существо. Вот тут ты забудешь. Вот тут ты вспомнишь. Вот тут ты знаешь, тут ты не знаешь. Тут я у тебя отнимаю знания. А тут тебе даю знания. Он награждает таким образом. Или отбирает что-то. И так идет человек сам своим путем. Используя знания, память и забвение. Сам идет этим путем. Кажется, сам все делает. Сам забыл, сам вспомнил. Сам знаю или сам не знаю. Обвинять некого. Это внутренний энергия. Недосягаемый для кармических реакций. Кришна кого-то приводит к гибели. Кого-то на вершину славы. И никакой ответственности за это не несет. Потому что это делает внутренний энергия. Недосягаемый для кармических реакций. Это положение Кришны. Ну а положение души в этом мире другое. Вот эту разницу нужно уловить. Что мы сами себе создаем новые материальные дела. Хорошо, тут остановимся. Есть несколько вопросов. Анастасия Павленко. Харе Кришна, примите, пожалуйста, мои поклоны, благодарность и наилучшие пожелания. Скажите, пожалуйста, Кришна приходит восстановить харму. Когда творится сильный беспорядок, он зависит от этого? От беспорядка? Еще раз признём вопрос от чего? Кришна приходит восстановить харму. Когда творится сильный беспорядок, он зависит от этого? Он независим. Но он зависит только от своих преданных. Поэтому он ради них приходит. Не то, что его вынуждают до обстоятельства прийти сюда. Он зависит от обстоятельств. Нет, он может послать кого угодно навести порядок. Но к преданным сам приходит. Он зависим от преданных. Два имена. Сва-тантры и Асва-тантры. Зависим и независим от этого времени. Он ни от кого не зависит, но от преданных зависит. Поэтому сам лично любит защищать преданных. Так он приходит, убивает демонов, защищает праведников. И преданных вовлекает в игру. Наша забывчивость это тоже милость? Чтобы мы научились быть внимательными? Забывчивость, забвение означает, что мы забываем то, от чего когда-то отказались. Есть такой пример в Бхагаве. Дороги, по которым не ходят, зарастают. Это называется забывение. Мы просто не ходили по этим дорогам. Мы не спрашивали ничего о Боге, не интересовались этой темой. Мы постепенно сказали, что Бога нет. Это забывение. Но если вы начинаете практиковать, ходить по этой дороге, снова проявляется путь. Он есть. Снова вы видите дорогу. Если мы начнем возливать святые имена Бога, читать Священное Писание, изучать. Все, вернется на свои места. Память восстановится. Галитская Наталья спрашивает, а волю Кришны мы узнаем от Гуру и Бхагавата. Мы для этого изучаем Бхагавата, чтобы понять волю Кришны? Конечно. Да, чтобы понять волю Кришны. Сундаргавин Дада спрашивает, что делать, если преданные ругаются часто? Могут ли конфликты очищать их в каких случаях? Конечно, от Икари, да, они ругают. Они не любят друг друга. Если у них разные мнения, они не любят друг друга. Или разная гуна карма, то же самое. Конечно, от Икари он пытается доминировать над другим. Себя считает выше. На этом уровне преданные не могут жить как счастливые. Но в этом случае делятся по каким-то группам, где им легче общаться. Где они друг друга понимают. Группировки появляются такие. Но у них, если есть Духовный Учитель у всех, то тем не менее он будет их объединять служением. Он не будет к кому-то с предстрастием относиться. Любимчиков иметь, кого-то недолюбливать, он будет как бы объединять их все. Введя их уровень. Они еще как дети, они еще дерутся и ссорятся. Есть возвышенные преды, у которых тоже разные мнения. У всех разные мнения. Но они не ссорятся. Вообще непонятно, зачем ссориться. Вообще непонятно, зачем родился. Надеюсь, за этим не причина вообще будет рядом. Кроме ложного времени. Мы должны учиться относиться позитивно ко всем. При помощи внутренней энергии. Как Кришна это делает. Еще что-то? Господь здесь побеждает Амагуну с помощью божественного оружия и силы. А как быть, если в мирской жизни люди агрессивны? Как защищаться этим? Защищаться знанием, логикой, аргументами. Если, конечно, на вас с оружием нападают, то вы должны дать отпор. Физически. Вы имеете право, если на вас нападают. Закон вас оправдывает, если вы обороняетесь. А если не просто агрессивно относятся к учению, к вашей духовной позиции, у вас есть логика аргумента и сразу учитесь проповедовать. Харе Кришна, примите мои поклоны. Слава Городу Рамки. Как всегда сохранить мир и любовь в душе всегда находиться в служении духи служения? Как в душе всегда находиться в духе служения? Даже не пытайтесь. Сейчас саду на бахте. Просто делайте это. Делайте это физически. До души нужно добраться еще. Так как понял вопрос, вы хотите уже почувствовать эту атмосферу служения, всегда быть в этой атмосфере. Но это в чистом сознании возможно только. Чувствовать то, что вы хотите сейчас почувствовать. Пока сознание не чистого, вы не можете постоянно видеть лишний. Но можете слушать о нем, практиковать, развивать свое стремление, решимость, работать над качествами, избегать оскорблений. Вот что сейчас нужно делать. Займитесь, пожалуйста, делом настоящее. Не ждите, что так легко вы просто погрузитесь в атмосферу и будете счастливы в блаженстве постоянно. Сначала очищение. Сначала работа с амадхи, потом в этом случае. Виктор Петров спрашивает. В чем причина расколов ядров? Как избежать критичного умонастроения? Да, должно эго такое. На уровне конечной мы не избегаем, не можем избежать таких вещей. Бывает ядр раскалывается на две части, и тогда старшие говорят, ну хорошо, пусть будет две ядра. Пусть будет два цента, два храма, давайте сделаем так. Кто-то должен все равно как-то объединять. Сами преданные на уровне конечной не способны быть вместе. Такова природа, не удивляйтесь. Возможно ли достичь духовного совершенства, предаваясь или для Кришну раму напрямую без учительской преемственности, не возгордевшись и не отождествляя себя с ними? Реален такой подход к духовному? Восход к духовному? Нет, это невозможно. Любовь вы не сможете взять где-то у себя, от себя, от какого-то человека. Любовь к Богу передается только по цепевичнической преемственности. Например, Крупа отдавал пример почтового ящика в то время. Тогда была почта, письма, почтовые ящики на улицах. Если вы бросаете письмо в почтовый ящик, установленный отделением связи, то письмо дойдет адресат и вы получите ответ. Если же вы просто имитируете какой-то ящик похожий, делаете ящик у себя дома, устанавливаете, бросаете письма, ничего не сработает. Чтобы обрести любовь к Богу, нужно обратиться к авторитетному источнику. Вы просто сейчас знаете, что любовь дременит сердце у каждого. У вас тоже, да. Но пробудить ее может только авторитетный источник, у кого есть эта любовь. Вы не представляете, сколько энергии окружают сейчас эту душу уволокивают. Вы не сосчитаете даже это. Может быть, вы атомы сочетаете во Вселенной, а вот эту свою обусловленность не сможете сочетать. Будете вечно снимать эти покрытия и думать, может быть, это любовь, может быть, это любовь, может быть, это любовь, а вдруг это любовь. На вашем столе аналитическом появятся миллиарды, миллионы различных энергий и названий. И вы должны все это запомнить, не потерять из виду, потому что можете пойти по второму и третьему кругу еще, забыв все, что вы делали раньше. Сколько вы живете в воплощении, сколько вы испытали уже различных любовных отношений, различных формах жизни. Из чего будете выбирать только из этого материала, только из этого, пока кто-то вам не даст сверху авторитетно то, что вы никогда не испытывали. Поэтому я не думаю, что это вообще возможно, если вы говорите о любви к Богу. Мы должны встретить преданного. Митя Сундари Гавидаси. Саре Кришна, дорогие города и преданные, примите мои поклоны. Пожалуйста, приведите пример, когда мы делимся своей любовью, а когда любовью к Кришне. Авторитетно означает, что если мы хотим дать Кришну, мы должны дать Бхагавадриту, его слова, его наставления. Так мы даем Кришну. Кришна говорит то-то, то-то, то-то. В комментариях говорится то-то, 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 разъясняется этот момент. Кришна говорит, предайся мне. Мы тоже говорим, вот Кришна, вот ему нужно предаться. Почему? Потому что у него такие качества, вот такая природа, что он Верховный Господь, источник творения и прочее, прочее. Мы описываем его. Так пробуждается любовь к Богу. Так люди привлекаются и так же углубляется наше отношение с Кришной. Если мы просто любим людей сентиментально, это наша любовь. Без Кришны. Нам кого-то жалко, кого-то ненавидим. Вот и все. Все на этом. Больше ничего. Ничего другого больше не будет. Правда, странная вещь, того, кого мы любили, мы можем ненавидеть. А кого ненавидели, можем и полюбить. Все может и так происходить. Без мыслей. Я думаю, это довольно ясный предмет. Можно ли повторять 64 круга в периоды, когда нет силы понимания, куда и как двигаться? Вы не рекомендовали такую практику незрелым преданным, но почему такое чувство, что сейчас это необходимо? Нет. Это не запрещено повторять 64 кругом антре? Нет. Есть опасность, конечно, на этом пути. Такие примеры были отходы преданных, которые шли таким путем не совсем правильно. Вы должны иметь время обязательно для преданного служения, практического преданного служения. Почему? Потому что наше повторение мантры не является чистым. Если вы достигли чистого воспевания, можете ничего другого не делать, потому что вы уже все делаете. Внутренняя энергия, все уже там. Если вы не достигли чистого воспевания, необходима практическое служение в сознании Кришны. Пожалуйста, отрегулируйте свою жизнь. Не думайте, достаточно будет 64 круговых мантр, и ничего другого делать не нужно будет. Нет, нет, есть миссия. Наша джапа несовершенна, поймите. Но вот мой друг повторяет 64 кругом антре в Экадыше, допустим. Он живет в Ашлиме, у него там много служения при этом, он сбалансирован, читает книги, все успевает делать. Но в Экадыше вот у него особые дни, и он 64 кругов мантры повторяет. Очень хорошо, много лет он это делает, очень хорошо. Один преданный повторял 64 круга мантры в храме. Постепенно стал чувствовать, что все преданные в ниже, потому что в страсти. Они быстренько 16 кругов повторяют, быстренько и довольно поверхностно. Так он увидел. А потом начинает бегать туда-сюда, там у них Сан-Киртена, там бухгалтерия, там организация, там менеджмент, там еще что-то. Боже мой, такая мая вообще. Кто-то беспокоится. Ему в храме стало неуютно. Раджас и Тамас. Ушел, залез на дерево, чтобы никто не беспокоил, там повторял мантру. И там Прабхупада проходил под этим деревом с учениками как-то. Вы видел, сидит. Все там кто-куда что-то делает, все занимаются в служении, сидит мантру повторяет. Прабхупада остановился, посмотрел на него, говорит, показал, говорит, смотрите, весь этот человек, он занимается чувственным наслаждением. Он пошел дальше. Он был в шоке. 64-й мантру, чувственное наслаждение. Говорит, да, да, Боя Сан-Киртсвати об этом говорил. Ты там сидишь на дереве, повторяешь святое имя, так? А о чем ты думаешь? О том, что ты выше других? Это чувственное наслаждение. Иди проповедуй, иди занимай служение. И если мы это тело не займем, тело нас займет. Тело, тело. Язык это начало только, чтобы занять тело. Еще нужно руки занять, ноги занять, глаза занять, уши занять. Даже дыхание свое нужно занять постепенно. А что нас обуславливает? Именно руки, ноги, дыхание и все остальное. Многие относятся умозрительно к практике духовной. Нет, практически нужно применять это. Делать, делать, делать. Даже когда мы поем Киртан, то приятно и танцуют. Потому что физически обязательно занято тело. Это эффективнее намного. Если мы поем, Киртан хорошо. Если мы прихлопаем в ладоши, еще лучше. Если пританцовываем, вообще здорово. Если на головах стоим, кульминация. Когда все занято, знаете. Такие Киртаны бывают. Но их тоже можно сымитировать при помощи спортивной гимнастики. Тоже это не так уж и плохо. Но все равно, мы должны знать, что это должно естественно происходить. Боремо неестественно. Если мы внимательны. Если мы себя отождествляем именно с этим трансцендентным звуком. Он сам занимает наши руки, ноги и все остальное. Это и есть та самая внутренняя энергия Кришна. Мы просто предлагаем ему свое тело, свои глаза, свой ум. Ему преподносим. Это называется прославление. А что такое прославление? Ты там хороший, я здесь хороший. Нет, ты настолько хороший, что я тебе отдаю все, что мне есть. Вот это и есть прославление. Я себя посвящаю твоей воле. Это и есть прославление. Сейчас много людей, которые умозрительны. Духовная практика, это что-то умозрительное. Просто рассуждения какие-то или сентименты. Хотят сразу что-то почувствовать. Самадхи придет как бы неожиданно. Совсем с другой стороны. Не со стороны ложного его. Никогда не придет со стороны ложного его. Если мы сидим и думаем, когда же придет прямо Бхакти. Никогда она так не придет. Оксана Глушенко. Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж, преданный, примите поклон. Как понять, что повторение имен чистое? Если льются слезы или приходят раскаяния за совершенные поступки. Или мы вспоминаем чистых преданных. Или это все эмоции и это мешает? Эти эмоции в сознании Кришны, они не мешают. Если это чистые эмоции, они не мешают. Естественно, чувства у нас должны быть. Нехороша эта бесчувственная практика умозрительная. Эмоции очень важны в сознании Кришны. Пропада, когда он говорит, он это чувствует, переживает. Он воспевает, он это чувствует, переживает. Возможно, тоже почувствует и переживает этот опыт. Другое дело, что не руководствуетесь этим чувствами. Очень вкусно, да? Теперь буду есть только это. Ради этого я буду работать. Нет, он не привязан к чувствам, это привязан к Кришне. Кришна может дать какие-то чувства приятные, а может ничего не дать сегодня. Он здесь, но ничего не дает. Ничего, ноль. Как будто его нет. Но вы-то знаете, что он здесь? Вы же преданные. Но сегодня вот пусто. Я рассчитывал сегодня на вознаграждение, но ничего. Старался, делал. Но Кришна не заметил ничего. Ну ладно, буду продолжать как могу. Кришна так раз, немножко так поворачивается в вашу сторону. Что сказал? Да, да. Буду как могу. Буду как могу. Но раз так, я согласен так. Но уже еще теплее, смотрите. Очень легко потерять отношения из-за этих приятных чувств. А зачем вообще отношения приняли? Зачем они отношения? Наркотик принял, да и все. Вот весь выход. Немножко водки, немножко того и сего отрегулировать. Ты счастливо живешь без всяких отношений. Здесь нужно Кришну удовлетворить. Сложная задача. Так люди будут думать, мазрительно, рассуждая. Они же не могут жить без эмоций, без наслаждения. А когда-то все сентименты, в сознании Кришны, это все чувства, это не надо, это вот саскеза нужна и так далее. А чем будете наслаждаться, скажите? В мае упадете тогда. Рано или поздно мая сберет. Если не будете счастливы здесь, не подавляйте в себе эти духовные чувства, которые есть в сердце. Просто мы должны знать, что это от Кришны. Что это причина, причина этих чувств от Кришны. Так, последний вопрос. Ксения Киксина. Харе Кришна, Гуру Махарач, примите Мои смиренные поклоны. Почему энергии Брахмана, Кшатры, Вайши и Шудры смешаны в человеке? Как обнаружить в себе ту или иную энергию и применять ее в служении? В Кали-югу все смешано, применяйте то, что есть. В Кали-югу такая. Воздух сейчас смешан с какими-то токсинами. Ну мы дышим, а что делать? Пища, она модифицированная, а другой нет. Ну и люди такие, все смешано в человеке. Мы что делать? Принимаем то, что есть. Кали-юга, да, полно недостатков. Курчанка, хотела что сказать? Ну такой вопрос. Недуховный. Я хотела спросить, что на первый раз в голову пришло. Душа падает в землю через дождь, пшеница, пшеницу, зерновая еда. Мужчина, душа, а если он арензово едет? Кто? Я пшеницу? Ну тогда все. Вопрос ясен тогда. Придется жить в пшенице как будто. нет без лака же человек не будет жить злаки сына и будет невозможно